Добрый день! 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 Какой-то защитный, как он называется, бомба, убежище какой-то, вообще непонятно чего. И, значит, понимаете, вот Елена Юрьевна, она много писала, там запрашивала, то есть ей хоть что-то отвечали. Короче, значит, там, значит, вот инженерный, короче, тот, кто давал им вот сертификацию ответствия, как бы все действительно, да, вот этого бюро 22, я посмотрела, они вообще должники, должники, и всем должны, и мне кажется, что это какая-то афера, честное слово. Вообще, надо посмотреть, сейчас там кран уже стоит и уже висит над школой, над младшей. Притык в школе строится дом. Да, притык. Мало того, в школе, они же вот вырыли это самое, да, уже котлован вырыли, понимаете. Да, она вот, вот она мне как раз это уже добыла. Вот я написала, видите, у бюро 22, должники, она мне все это написала. И дело в том, что я тогда Путин написала. Ну и что Путин, конечно, наши это московские строительные все организации, отначит, что прекрасная маркиза, у нас все хорошо, понимаете. Сегодня наша встреча посвящена в целом вопросам градостроительной политики, тех предложений, которые Леонид Андреевич в рамках своей предвыборной кампании делает. Вопросом реновации. Да, те принципы, которые руководствуются. И, соответственно, потом мы обсудим непосредственно как и проблемы дома Константина Федина, так и другие проблемы реновации. Я знаю, что есть в том числе и жители, которых переселяют на Щелковское шоссе 90. Попрошу тоже также жителей выступить. Однако же они вообще должны были переселяться не во вторую очередь, а переселяться в пределах своего квартала, о чем было письменное обещание местной власти. Нам очень часто власти рассказывают о том, что у нас все везде хорошо, у нас все везде классно. Если мы зайдем в любые телеграм-каналы, там везде все растет. Если мы послушаем отчет любого министра, у нас все здорово. У него столько показателей, и каждый год какой-нибудь обязательно вырастет. И они его покажут и скажут, смотрите, ну проблем-то вообще ни в Москве, ни в России у нас, собственно говоря, нет. Если мы приходим к вам во дворы, начинаем слушать о проблемах, оказывается, что проблемы все-таки есть. В первую очередь, это проблема, связанная с городостроительной политикой. Знаете, очень часто убеждают, вот Елена Юрьевна, такой же депутат Мосгордумы, как и я, и к нам приходил городостроительный комплекс и говорил, москвичам нравится, что Москва растет, что она растет ввысь, москвичей устраивает и 30-этажные дома. Они приводили в пример очень современный Китай, что, собственно говоря, нужно равняться на Шанхай. Я вот что-то от москвичей такого не слышал. Москвичи, мне кажется, больше хотят быть похожи на Питер, чем на Шанхай. Большей частью жильцов были предложены для переселения квартиры вот в этих двух замечательных домах. Правда, по факту, да, правда, по факту, потом выяснилось, когда люди начали осматривать, что все квартиры, которые были им даны, это все квартиры, от которых ранее уже были отказы. С жильцами, которые переселялись вот из этого квартала, 9-11 парковая. Потому что это либо высокие этажи выше 25-го, где не открываются окна, либо эта квартира, это целый стояк возле лифтовых шахт. Их там 4 лифта и мусоропровод. Слышимость ужасная. Людям деваться некуда было, потому что они знали, что если будет отказ прямой дорогой, они поедут, как и меньшая часть, это все трехкомнатные квартиры. Вот я являюсь собственницей трехкомнатной квартиры. И некоторые двушки, то есть они поедут на Щелковское шоссе. Квартиру я смотрела. Состояние ее, то есть все, что было обещано мэром, то, что мы смотрели на ВДНХ, это вот просто небо и земля. Кухня в реалии... В ВДНХ вы имеете примеры? Примеры, да, когда была агитация, голосование. Кухня в... Типа, да, идеально сделана. Кухня 10 метров. Кухня, да, там в трехкомнатных квартирах, там от 10 метров, обязательно наличие двух санузлов, как бы, может быть, для кого-то роскошь, но кухня в этих домах, полезная площадь, это максимум 7,5 метров. Ширина от стены до окна меньше, чем у меня в пятиэтажке. И мы все писали в своем заявлении о том, что мы готовы переехать. Мы не планируем, знаете, чтобы процесс забуксовал по переселению. Нет, тем более, что там жить уже невозможно. В каждом подъезде, там, не знаю, остается по 2-3 семьи, это уже небезопасно становится, да. То есть мы готовы переехать в эти дома, но при этом, при всем, нам почему-то говорят, что нет, извините, это не для вас, это для других, а вам вот путь вот туда, на 16-ю парковую Камкаду, к дублеру Щелковского шоссе, почему-то это так. Но это нам странно кажется, почему вот эти стандарты, которые, да, действительно обещались нашим мэрам, они абсолютно неприменимы в нашей ситуации. Был круглый стол, где департамент обещал, как Сорокин лично обещал, что будет лично решать вопросы с каждой семьей индивидуально в досудебном порядке. Некоторым семьям двухкомнатных... 25 марта он был, по-моему, 28-го. Друзья, ну давайте тогда побить по хвостам. И также я хочу заметить... Я вас очень попрошу, давайте соберемся, просто в ближайшую группу. Давайте, давайте. Большую группу, если бы. Давайте, мы согласны. У нас просто проблемы есть, что также на нас открыли вот судебное дело. Иск, да. Я вас очень попрошу, надо будет прям собрать людей. Мы соберем людей, мы еще больше соберем людей, если надо. Сейчас, бежите, давайте. И она, когда меня увидела, заскочила в свой кабриолет. То есть она договорилась, видимо, с судьями шестой коллегии, которые будут апелляцию в четверг рассматривать. Я всех приглашаю в четверг в 12 часов, у меня заседание. В половине 12-го приезжайте в Мосгорсуд, посмотрите, там будет пресса, посмотрите, что там будет происходить. Но из-за того, что встреча Леонида Андреевича, который устроил несколько лет назад круглый стол, благодаря чему измаловские бараки переселены, вот я предлагаю обращаться к нему, он очень эффективный депутат. Вот здесь стоят бараки, которые сюда не переселены, вот за этим домом. И там офис партии «Единая Россия» в гнилых бараках. И «Единая Россия» не помогла тем людям на 9-й парковой переселиться сюда, а вас так вымучивают. То есть вот Леонид Андреевич будет помогать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.